всем привет привет добро пожаловать на мой канал меня зовут Яна и сегодня с вами у нас очередной мукбанг сегодня у нас будет крабовый салат так захотелось мне салат с крабовыми палочками что я все непременно его приготовила тем более что запас всяких горошков кукурузы мы сделали хотя нет на самом деле у меня всегда есть в холодильнике баночка горошка и баночка кукурузы все кто собирается кушать приятного аппетита давайте это делать вместе трапезничать так сказать и начнем он у меня немножко тоже стал водой знаете почему потому что когда я высыпала кукурузу я не до конца слила водичку эту и она туда немножко попала ну давайте попробуем обожаю такой легкий пью чай с лимоном хочу сразу извиниться я знаю что у меня есть очень внимательные зрители которые заметят что у меня не очень чистая голова на самом деле я вчера мыла я бы может это не стал говорить но на всякий случай скажу еще у меня есть хлебцы не хлеба хлебочки просто я вчера и умыла но у меня такая проблема у меня очень быстро пачкается голова просто мне надо пачкать каждый пачкать мыть каждый день и дело даже не в этом я просто хочу покраситься волосы покрасить окрашу я на жирные грязные волосы всегда перед тем как краситься я дня два три точно не мою голову потому что я обесцвечиваюсь и вот я жду вчера помыла ну завтра или послезавтра буду краситься вообще я блондинка но в этот раз решила фигануться в рыжий теперь вывожу его очень уж мне захотелось быть рыженькой я делаю капуста такой свежий повторюсь как делаете вы как у вас рецепт я знаю что многие делают с рисом мы раньше когда-то тоже делали тогда в детстве там я маленько была мы потом перестали делать с рисом я делаю с капустой ну стандартно крабовые палочки либо крабовое мясо кукуруза огурчик свежий капуста все по яйцо отварное и я еще добавляю лук немножко поперчила и майонезом заправила обалдеть вкусно стулья чуть не делала какие-то такие майонезные салаты хотела вас спросить я вот предыдущее видео я практически ничего там не говорила ну так немножко совсем мне написали что я мало разговариваю давай разговаривай в кадре когда я разговариваю мне говорят что это за мукбанг ты только разговариваешь вот я хотела спросить как лучше поговорить или не стоит я не всегда все съедаю иногда все съедаю иногда нет я не доснимаю там не переснимаю ничего такого допустим я знаю можно снимать так поел не доел потом еще поел типа ты все съел но я так не могу я либо съем либо не съем все по-чистому соблюдаете ли вы карантин мы сидим дома на самом деле я бы может и вышла просто погулять ни с кем не контактируя с ребенком но у нас такой ветер сегодня был просто там все летало деревья вот так вот все летать пакеты что то все 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 вроде по градусам тепло а ветрено вообще конечно желательно отсиживаться дома но магазин наверное все равно в любом случае придется ходить у нас вроде как закрыли все парки но но я читала новости местные что люди все равно идут гуляют в магазинах очередь не соблюдают ну то есть стоят друг другу близко я знаю что в ленте у нас сделали эти ограничители таки не ограничители а приклеили на пол полоски где останавливать свою телегу да то есть чтобы метр там расстояние между покупателями между тележками было и больше не знаю ничего ну я в окно смотрю люди гуляют люди ходят много людей маски никто не носит маски никто не носит прям водичкой стала не слила вот эту жижу до конца из кукурузки капец голова моя глупая грязная ммм окрошки хочу весна хочется окрошки надо бы как нибудь сделать я люблю окрошку с кефиром ммм 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 ой щас чё там щас прям вспомнила а т dog мм ммм 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 народу. И знаете, эти ходят, бывают, такие люди, я не помню как они называются, как их называют вернее, мужчины в основном по-моему. Они же все выбирают где-то такие безлюдные места, ну а то психическое отклонение, которые идут такие в плаще и свои причиндалы всем показывают, я извиняюсь. Они вроде как безобидные, насколько я знаю, ну что они не это, ничего плохого вроде не делают, просто показывают, это я не точно, это я просто думаю, на самом деле у меня в жизни было два случая, когда я встречала таких мужчин. Да, прям на самом деле это настоящая история моя. Сейчас, конечно, смешно это все вспоминать. Первый раз это вообще было в детстве, как бы в таком что, ну я не помню сколько мне лет было, где-то в районе может быть 11-13, вот где-то так 10-13, где-то вот в этом промежутке времени. это было я училась, помню, в школе там, мы жили в Хабаровске тогда, обычно у нас был 6-этажный дом, обычная 6-этажка, жили мы на третьем этаже, короче. и мы с подружкой шли ко мне домой, лифт, а не было лифта у нас, лифта, лифта. Ну что, дом такой был странный, вроде 6-этажный и были эти отсеки под лифт, но лифт там не сделали. Так как в 5-этажках уже не бывает лифт, то, видимо, и тут так решили сделать. У нас там типа кладовки были, мы хранили всякие там лыжи, картошку, все такое. То есть вот это вот отверстие, где должен быть лифт, было, но лифта самого не было. Но это не то. В общем, мы поднимались пешком и в пролюде между первым и вторым этажом, где мусоропровод, вот эти трубы, вы поняли, да, вот этот промежуточек между первым и вторым этажом. Здесь вот, ну не везде есть мусоропровод, но эта площадка у всех есть. Таким поднимаемся, он там стоит. Здрасте вам, я не помню, в чём он был оден. Был я на нём куда-то плащ или ещё что-то. Но я хорошо помню, что я вот это вот всё увидела. Для меня тогда, в том возрасте, это просто было ужасным шоком. Ещё дурдом, конечно. Мы как заорали, как побежали. Мне кажется, через пять ступенек мы перепрыгивали, короче. Ну ладно, я на третьем этаже жила. Давай долбить, у меня мама дома была. Звонить, короче, всё. Испугались вообще, конечно, конкретно. Но он даже за нами и не планировал как бы бежать. Но, тем не менее, откуда мы знали? Это сейчас я уже взрослая тётка понимаю это. И то не факт, что у него там в башке. Но это день-деньской был, они же днём это делают. Я уже до сих пор у меня этот случай отложился в голове. Вот, а второй раз это уже было в сознательном таком возрасте, более взрослом. То есть мне было лет 18 или 19. Наверное, 18. Это уже было в МИАС. Я уже училась. И мы тоже с подружкой поехали гулять. Может меня кто-нибудь из МИАСа смотрит? Мало ли, всякое бывает. На автозаводе мы гуляли и есть вот этот промежуток, когда... Я уже не помню, блин, я давно не живу в МИАСе. Уже 13 лет живу в Челябинске. Ну, короче, конечно, автозаводы. Думаю, это вообще не столь важная информация, но мало ли. И промежуток, вот до дворца автомобилестроителей, вот с этой стороны, на этой стороне, где дворец автомобилестроителей, там то ли колледж какой-то есть, то ли школа есть такая тут в этих... В кустах, короче. И мы там мимо проходили, вот где как раз эта школа. Не в кустах, ничего. Там просто деревья растут. Тут забор от этой школы. Или от колледжа с этой стороны. Дорога, деревья. То есть, место как бы, в принципе, людное. Тут машины едут. Тут тротуар, дорожка идет пешеходная. То есть, люди как бы ходят, но никого не было. И мы идем. И едет мужик нам навстречу в плаще. Вот реально он был в плаще. Ну, как бы, мы такие ничего не подозревающие. Просто идем. А мы туда ездили гулять. Ну, так все раньше делали. И он такой ближе так нам подходит. Подходит. И мы идем. Так я ничего не подозреваю. На тебе, Вау. Раскрывает тут все. Мы, конечно, уже заржали. Засмеялись. Но все равно побежали туда. Начали убегать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И побежали. Ну, а он, соответственно, собственно, пошел дальше. Наверное, еще кого-нибудь встретить. И похвастаться. Ну, такие дела. Немножко смешно. Немножко грустно. Есть такие люди. Но они не здоровы, конечно же. Это понятно. Что к чему я это вспомнила, Боже мой. Зачем? Блин, неужели я все это сожру? Я что, такая свинока? Так вкусно. Не могу остановиться просто. Сейчас будем снимать мукбанги. С гречкой. С тушенкой. За запасы. Чую я, что недельным карантином мы, скорее всего, не обойдемся. Хотя было бы очень хорошо, если бы это все закончилось. Поскорее. В вашей жизни были такие люди вот странные? Попадались вам? Ну, вообще много всяких. Странных людей встречала. Каких-то. Вот таких. В этот раз какие-то хлебцы, короче, взяла. Я же, ого, беру всегда с луком. А их нету. И все раскупили. Какие-то, не знаю, какие, короче, недорогие за 23 рубля. Ну, вроде ничего. А мама говорит, короче говоря, была сегодня в магазине. У них хлеба нигде нет. Хлеб раскупили. Я не знаю, как у нас в Челябинске. Я не была в магазине уже дня три. Но мы хлеб не едим просто. А вот люди, мама говорит, какая-то бабулечка 10 булок купила. Ну, наверное, сухари будут делать, я так думаю. Все. Вот прямо осталось чуть-чуть, доедать не буду. Простите, извините. Очень вкусно. Очень аппетитно. Пишите, как вы делаете, хотела сказать, селедку под шубой. Ой, как вкусный чай с лимоном. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я буду готовить для вас новые мукбанки. Будем вместе кушать. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok